Здравствуйте. Что делать, если вы по кому-то действительно загоняетесь? Если вы об этом человеке думаете всё время, если вы мечтаете быть рядом с ним, если вы думаете о том, что он в данный момент делает, и что делать, если этот человек на вас вообще не обращает внимания? Я недавно смотрел советы одного достаточно известного психолога, и он говорит, не загоряйтесь на эту тему, перестаньте об этом думать, не надо этого делать. Он прав или нет? С одной стороны, он прав, со своей точки зрения. А поможет вам этот совет? Вероятнее всего нет. И вообще, следует ли верить советам психологов? Я не говорю уже об инфо-цыганах, я говорю о профессиональных, дипломированных психологах. Они говорят, нужно поступать так, нужно поступать иначе. А работает ли это? Поможет ли этот совет вам? Почему эти советы кому-то помогают? А в большинстве случаев нет. Почему все умные мысли, которые нам говорят психологи, соседи, действительно близкие, люди, родные, которые переживают о нас, почему их советы не срабатывают? Почему мы не можем следовать их советам? Точно так же, те советы, которые дам вам я, их нужно переработать, понять. Это канал Аппаратная психотерапия, и я ее автор и ведущий, доктор Родил Кузнецов. Вот уже четверть века я занимаюсь математическим моделированием нервной системы. И этот канал посвящен прикладному использованию данной модели. То есть я пытаюсь объяснить, как работает нервная система. И если вы поймете этот принцип, то дальше что делать? Как поступать? Вы будете знать сами. Вам не нужны будут ничьи советы. Вы просто будете свои данные вставлять вот в эти формулы и получать тот результат, который оптимален именно для вас. Так как это работает? Почему советы других для нас неприемлемы? Дело в том, что все психологи, все люди, вообще все люди считают, что тот опыт, который имеют они, он правильный, он единственно правильный. А так ли это? Если этот человек действительно добился больших результатов в этой области, в том, что он советует, это действительно рабочая схема. Это действительно правильный подход. Но это подход только для этого человека правильный. Для вас он может быть диаметрально противоположным. Я уже привел пример, что если вы кого-то сильно любите, а он вас терпеть не может, или просто игнорирует, он вас в упор не видит, то советы психологов, советы близких говорят, да брось, не думай об этом вообще, перестань. А как? Как вы можете перестать? Если бы вы могли, вы бы и не думали. А почему вы думаете об этом человеке? И почему вы не можете перестать? По нашей нервной системе, по нашим нервным волокнам протекает только электрический ток. Там не протекают образы, не протекают какие-то кумиры. Нет, только электрические сигналы, которые мы называем нервными сигналами. И за счет прохождения этих сигналов, за счет законов распределения электрического тока формируются рефлекторные комплексы. Огромные рефлекторные комплексы. То, что мы называем своим опытом, своими знаниями, своим поведением. И у каждого человека этот рефлекторный комплекс индивидуален. Он также индивидуален, как отпечатки пальцев. Почему? А почему так происходит? Вроде бы законы распределения электрического тока, они едины во Вселенной. Но у вас реакция на какой-то раздражитель такая, у меня совсем другая. У вашего знакомого третья. И они могут быть настолько различны, что мы просто не способны понять друг друга. Почему? Дело в том, что, я уже сказал, проходит электрический ток, но он должен образоваться. Он должен сначала сгенерироваться. Откуда? И есть только одна структура в организме, которая способна сгенерировать электрический ток. Это рецепторы. Это микроденераторы, которые превращают в электрический сигнал все виды энергии, которые нас окружают. Кинетическую, световую, тепловую, звуковую, любую. И эти рецепторы можно разделить на две большие группы. Это внутренний рецептор и это внешний рецептор. Внешние рецепторы это те, которые воспринимают окружающий мир. Энергию Солнца, энергию магнитного поля Земли, температуры, чего угодно. И внутренние рецепторы это те, которые реагируют на изменения нашего организма. И если в первом случае может быть очень много энергии и от нас это никак не зависит, то во втором случае большое количество импульсов по волокнам, несущиеся от внутренних рецепторов, мы воспринимаем как боль, как дискомфорт физический. Поэтому можно сказать грубо, что энергию для работы нервной системы мы берем всего из двух источников. Из окружающего мира и из боли, из своих болезней. А значит все наши рефлекторные комплексы, о которых я уже упоминал, они могут энергоснабжаться либо от боли, либо от космоса, от окружающего нас мира. Поэтому каждое наше воспоминание будет сопровождаться либо болью, страданиями, либо счастьем. Ну, вроде бы, электричество есть электричество, какая разница? А разница очень большая. Если внешнюю энергию мы просто получаем, мы берем все, что мы можем взять, а внешняя энергия, она безгранична. То для того, чтобы сработали внутренние рецепторы, нам нужно создать это изменение химическое и физическое в организме. То есть нужно потратить энергию. А значит, коэффициент полезного действия внешних и внутренних рецепторов будут различаться на порядок. Поэтому энергию, которую мы берем извне, она предпочтительнее, чем энергию, которую мы берем от боли. Если же законы распределения электричества по нервным волокнам, и то, что я вам сейчас рассказал, сказать в такой упрощенной форме, более понятной, то это будет звучать так, что наша нервная система, наш мозг, наше сознание стремится быть счастливым, получить максимум энергии. И при этом избежать воли. А почему быть счастливым? Почему я говорю о счастье? Да потому что эмоции – это индикатор количества электрического тока, поступающего в наш мозг. Чем больше этого тока поступает, тем более мы радостны, более мы энергичны, более счастливы. И чем меньше, тем мы ближе к депрессии, к апатии, к желанию закончить жизнь самоубийством. Так теперь вернемся к вопросу, что делать, если я кого-то люблю, а он на меня не обращает внимания. Просто подумайте на тему, а доставляет ли вот эта влюбленность вам удовольствие? Делает ли она вас счастливым? То есть срабатывают ли рефлекторные комплексы, которые электроснабжаются, энергоснабжаются от внешних рецепторов? Или вы при этом испытываете боль? Вы при этом испытываете физический дискомфорт? Потому что в первом случае сама эта влюбленность вас окрыгает. Во втором же с точностью наоборот. Да, она дает вам энергию, я же сказал, что боль тоже может давать энергию, но она вас истощает, потому что этой энергии мало. И если вы видите свой объект любви, и в первый момент вы счастливы, то потом вы чувствуете опустошение, утомление, усталость. Почему? Да потому что ту энергию, которую вы взяли из своего организма, ее теперь нужно восполнять. Откуда восполнять? Да с внешних же рецепторов. И теперь эта энергия внешних рецепторов идет не на вашу жизнь, не на работу вашей нервной системы, а на восполнение вот этих аккумуляторов, на формирование очагов патологической боли, постоянной боли. И, соответственно, ваше поведение постепенно будет меняться. В первом случае вы будете счастливы. И неважно, этот человек для вас является недостижимым, или вы можете его добиться, вы счастливы. Либо, во втором случае, да, вы видите его, вы счастливы, но вы потом чувствуете себя плохо, и постепенно вот это плохо будет нарастать. И теперь мы понимаем, что нужно делать. Спросить себя, являюсь ли я счастлив от своей влюбленности? И сохраняется ли это чувство счастья во времени? Если у вас после этого настроение ухудшается, силы пропадают, энергия куда-то испаряется, это значит, что вы испытываете влюбленность за счет боли. Вы, в принципе, можете себя в этот момент послушать. Вы в этот момент можете испытывать дискомфорт достаточно конкретный. Сердце забилось, дыхание сперло, в животе что-то там, пустота образовалась, ножки ослабли. Это все явление дискомфорта, это все явление той самой боли. И постепенно именно вот эта боль будет нарастать, и ваше состояние будет улучшаться. Ну а дальше уже ваш выбор. Если вы делаете себя счастливым, продолжайте. Просто продолжайте. Если же это делает вас несчастным, прекратите эти отношения. Прекратите с вашей стороны. А можно ли что-то сделать с человеком, которого вы любите? Ничего. Вы можете вырастить у него рефлекс на то, что вы ему нужны, что вы для него являетесь счастьем. Если сможете. Если нет, то и не надо. Вы и так счастливы. Пусть это счастье в вас и остается. Вполне возможно, что если бы Петрарка женился на своей Лауре, то через пару лет мы бы и узнали только о том, что он ее убил. А так он был счастлив. То есть счастье он выразил стихами, которые мы до сих пор воспринимаем как что-то волшебное. Более подробно о том, как работает наша нервная система, вы можете прочитать в книге «Медицина, которой нет». Ссылка будет в описании. Здесь же я хочу вам рассказать другое. Дать вам понимание, что каждый раз, когда вам дают совет дипломированный специалист или просто хороший, действительно хороший для вас друг, просеивайте их только через одно сито. «Будет ли это делать меня счастливым?» «Уберет ли это из меня боль?» Все, никакие другие параметры социальные, политические, личностные не имеют никакого значения. Да, действительно, советы, которые я даю, они очень сильно отличаются от того, что вы привыкли слушать. Но я разговариваю с точки зрения принципов работы нашей нервной системы. Воспринимайте себя как организм, как того, чье поведение определяется работой нервной системы. И поэтому будьте счастливы. Будьте знаменны. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!